Точная копия линейного корабля. 120 пушечника Великий князь Константин, выполненная в масштабе 1 к 100. Представлена сегодня в студии Репортер. Три одесских спортсмена выиграли золотые медали на чемпионате Европы по судомодельному спорту в Болгарии. Сегодня мы приветствуем триумфаторов нашей студии. Это Евгений Епур, мастер спорта международного класса, а также автор этого шедевра. Спасибо, что пришли к нам в студию. А также Вадим Гашко, председатель областного отделения Украинской Федерации судомодельного и судостроительного спорта, мастер спорта международного класса и судья международной категории, и также чемпион Европы. Здравствуйте, Вадим. Первый вопрос о самом корабле, который представлен. Евгений, расскажите, как долго вы собирали это судно, потому что все здесь выполнено своими руками. Мы видим, это огромный объем работы. Я делаю уже шестой год, и я думаю, что в следующем году я его закончу. То есть вы сейчас на стадии, объясним для телезрителей, что здесь еще не установлены... Мачты, реи, ванты, то есть ранговый текеллаж, но он у меня лежит в мастерской, в заготовках, то есть оно еще в процессе. Какое ориентировочно количество деталей использовалось, и что самое сложное было в выполнении, потому что это ювелирная работа, здесь даже сложно представить, сколько нужно потратить усилий для того, чтобы создать такое. Ориентировочно сложно сказать, потому что это надо было записывать с самого начала, то есть каждую деталь. Могу приблизительно только сказать, что вот я считал по борту пробитых гвоздей 25 тысяч гвоздей, ну или медные обшивки, там полторы тысячи, на каждой по 100 заклепок, то есть 150 тысяч заклепок. Ну это так бегло, ну надо все было документировать и записывать с самого начала, то есть приблизительно даже не могу сказать точно. Почему вы решили именно такой линейный корабль собрать, и как давно занимаетесь судомодельным спортом, какая это по счету уже для вас работа? Ну я занимаюсь с 80-го года судомоделизмом. Почему такой? Мне хотелось сделать сложный корабль, а это достаточно сложный, 120 пушек. Ну мне нравится 19 век, то есть это архитектура, это уже последние парусники из уже существующих. Дальше уже шел паровой флот, уже начинался. Самое сложное, ну тут все, как бы что-то выделить я не могу, оно все требует внимания и концентрации внимания. Ну особенно сложно транспортировать такую работу, чтобы ничего не повредить и не переделывать после этого, поэтому вы принесли нам без матч, без, ну мы понимаем. Да, конечно. Транспортировка это стресс каждый раз. Стресс для моделей, стресс для участников. Ну они, да, они такие стационарные, их вот сделал, поместил под футляр, и чтобы они стояли там в музее где-нибудь под стеклом. К сожалению, корабль, который собирал Вадим, он настолько большой, что его было очень сложно перенести, поместить в эту студию. Расскажите нам про свою работу. Мой корабль, это 66-пушечный линейный корабль Святой Стафи Плакида, 1763 года постройки, масштаб 1 к 50, он на фотографиях есть. Конечно, транспортировка очень сложная, потому что только на подготовку, чтобы его выставить, когда после транспортировки уходит по полтора-два часа. И очень сложно, потому что хрупкие детали. Дерево есть, есть дерево. Ну, расскажите еще о самих классах, потому что мы знаем, что есть разные категории, по которым... Да, дело в том, что Евгений выступал в классе С3Д, это фрагменты, я выступал в классе С1. Третий наш участник, золотой призер, это разументка Виталия, он выступал в классе С8. То есть, у нас всего 8 классов, и у нескольких классов там есть еще подклассы. И получается, что в каждом классе есть, ну, скажем так, лидеры, есть участники, которые приезжают. На этот чемпионат Европы в Коварне, который проходил с 3 по 9, приехало около 15 стран. Представители были... У нас, что приятно, в центре города было открытие, мэр нас поздравил, там были подняты флаги Евросоюза, государство Болгарии, наш флаг, международная организация Навига. Встречали нас молодые люди в болгарской форме, в одежде национальной, да, с хлебом, с солью. Причем, самое интересное, у них не традиционная соль, она специальными со специями. Это было очень оригинально, конечно, для нас. Чемпионат проходил в арт-галерее, большие светлые залы. То есть, на фотографиях видны количество моделей. Там где-то... 164 модели. 164 модели. Ну, вот я говорю, где-то около 200. Это в 8 классах. Судейство было, на мой взгляд, объективно. А вот интересно, по каким критериям, как определяют в определенных классах победу, как начисляют баллы за исполнение, за совпадение... Ну, не за совпадение, а за соответствие оригиналу. Значит, существует 4 критерия. По этим критериям происходит, скажем, так, объем, соответствие с чертежами, выполненная работа, впечатление. То есть, каждый судья выставляет свою оценку. Потом она суммируется, выставляется средняя. Судьи с разных стран. Вот у нас, Женя, в классе были болгарин, поляк и... Хорват. Хорват. У каждого судей свой подход. Вот у меня модель, которая получила уже 14 наград. И каждый чемпионат – это новая бригада и новый подход судейства. То есть, и уже не то же самое, что в прошлом чемпионате мира. И здесь совершенно разные вопросы, совершенно разные... Потому что каждый судья ищет, смотрит по-своему. И он оценивает это уже со своей точки зрения. У каждого есть опыт, наработанный. Ну, а поскольку я как судья международной категории, то есть, я сам вижу, какие вопросы, как они задают. И квалификация. Квалификация довольно-таки высокая. Интересно, в какой именно категории выступал Евгений? И за какое именно выполнение удалось получить золотую медаль? Ну, я выступал в категории C3D – это фрагменты. То есть, он сейчас недостроенный. То есть, я выставлял его как фрагмент. Ну, как фрагмент корпуса. А, именно как корпус, да, оценивали? Да, без рангового тейтокелажа. Ну, как оценивали. Они смотрели в архивные чертежи и, ну, сличали как... Соответственно, соответствуют те или иные детали. Данным чертежам. Правильно ли они сделаны? Какой объем работы? Проработка, точность? Размерность деталей. Соответственно, на том или месте. Были работы, которые были очень хорошо сделаны, но были, скажем так, упущены те моменты, когда для облегчения делали... Меняли остальные детали. Да, упрощали. Обращали. Естественно, это каждый судья, это опытный судья, это замечает, потому что читают чертежи, они грамотно. Ну, это надо знать, знать надо. Кроме всего прочего, есть такая вещь, как каждый парусный корабль строился по нескольким типам. То есть был французский тип, был английский тип, голландский, американский, ну, уже в более позднее время немецкий и, естественно, российский. То есть судья еще и смотрит, по какому стилю сделана работа. А это одна из ведущих моментов. То есть нельзя, например, на английский корабль поставить французские детали. Сами понимаете, это очень сложный и это очень грамотный подход. Все ли детали создавали собственноручно, или часть деталей можно найти в интернете, заказать, с другими коллекционерами. Нет, это сделана работа с нуля. То есть здесь ничего покупного нет. То есть есть у нас, ну, промышленность уже выпускает какие-то наборы, да, но это не набор. Это все сделано из бруса дерева, распиливалось, потом мельче, мельче, мельче досточки. И, то есть... Насколько судомодельный спорт на сегодняшний день развивается в нашем городе? С какими трудностями сталкиваются спортсмены при подготовке к чемпионатам мира, Европы, при тренировочном процессе? Вы знаете, если бы, конечно... Дело в том, что у нас полностью отсутствует финансирование. То есть мы предоставлены сами себе. Что мы смогли достать, что мы смогли, скажем так, собрать, на том мы едем, там так мы развиваемся. Вот на нас не обращают внимания, и поэтому, если бы у нас было хоть какое-то финансирование, у нас было бы больше медалей и больше золотых. Поехали ведь не все, потому что не у всех хватило средств, чтобы поехать. А в Одесской области, в Одессе у нас есть потенциал. Сколько спортсменов сейчас занимаются этим? Вообще в нашей федерации около 30 человек. Но это официально. Значит, Одесское отделение, оно занимает 4 секции. Класс С – это стендовые модели. Класс С – это спортивные яхты гоночные. Это Тимур Мишубаев у нас там главный. Потом есть у нас ФСР – это гоночные модели. Это Долгополов. И НС – это радиоуправляемые копии. Это Поваренко, Анатолий Поваренко. Вот, кстати, был чемпионат Украины в Заберии под Киевом. Одесская команда, фактически юниоров, получила второе место среди юношей. Это до какого возраста ограничения? Это с какого возраста? Ну, юниоров. Юниоры до 17 лет. А среди взрослых эти же юниоры заняли четвертое место. То есть, если было бы финансирование, поехало бы не 5 человек, а поехало бы больше. И, к сожалению, это большая-большая проблема. Ну да, еще очень сложно перевести. Не в этом дело. Перевести – это самое последнее. Финансирование. Финансирование, чтобы люди могли поехать. Чтобы люди могли делать. Чтобы люди могли... После прошлой передачи у меня было очень много звонков, и люди спрашивали, а куда можно к вам прийти? Я говорю, ну, только по интернету, по телефону и все это. И, естественно, связи обрываются. Мы выставляли свои модели на морском фестивале в Парке Победы и на спортивном фестивале около Олимпийского. И люди приходят и спрашивают, а куда к вам прийти, куда привезти ребенка? А это проблема. У нас нет ни места, нет заинтересованных людей, которые бы хотели, чтобы дети развивались. Чтобы они не занимались только мордобоем или боксом или еще чем-то. Потому что боксеры у нас один, это Кличко, а их тысячи. А вот чтобы занимались творчеством, вот это было бы интересно. Я так понимаю, это комплексная проблема, ведь существуют еще и виды спорта с самолетами, с летающими, с радиоуправляемыми кораблями. Автомобилями. И проблема общая. Это проблема общая. Но если автомобили, у нас областная организация, это в Десафе, то мы, в общем-то, представлены сами себе. Мы собрали средства, мы провели какое-то мероприятие. Мы не собрали средства, если кто-то и смог собрать и поехать на чемпионат. В следующем году у нас будет чемпионат в Галатце. Это граница Украины с Румынией. Ну, там... В Румынии. Да, ну да. В Румынии-то граница буквально от нас 400 километров, там, 350. Так вот вопрос, опять-таки, кто сможет даже поехать от этих 400 километров? Понимаете? То есть, сколько человек? Ведь на чемпионате мира поехало, в Калининград поехало порядка 20-25 человек. Тот, кто имел свой транспорт и средства. Да, поехали, у кого есть транспорт и средства. И украинская команда заняла второе место среди команд мировых. То есть, рейтинг моделистов Украины очень высок, особенно в Одессе, тем более. А что касается музея, работы в том, чтобы, может быть, выставлять на демонстрацию регулярно свои работы для широкой публики? Или когда можно в ближайшем будущем увидеть, может быть, чемпионат, который будет... Проводится ли в Одессе что-нибудь такое? По поводу музея, ну, мы по мере возможности пытаемся реставрировать, скажем так, бюджетные работы. Вот сейчас, на этой неделе мы, или на следующей неделе мы отдадим, я дам очередную вместе с Сашей Гриценко работу в морской музее после реставрации. Мой сын уже делал реставрацию, Спасенко делал реставрацию, еще ребята делали реставрацию в морской музее. Но это, понимаете, это капля в море. Морской музей, это, ну, как вам сказать, это проблема. Проблема не наша, это проблема государства. Будучи на чемпионате мира по радиоуправляемым копиям в Польше, меня пригласил Дитер Матисик, это президент Навиги, на экскурсию в Гданьский музей. То, что я увидел, вот мы с Женей были в 2003 году, а то, что я увидел в этом году, это меня поразило просто в шоке. Музей за эти годы не только разрос, он построил новое здание. Сейчас они строят здание в Гдене, они строят еще одно здание. Поставили на экспозицию еще один парусник, кроме того, что у них было порядка десятка кораблей. То есть господин Литвин, директор музея, делает огромный труд, огромную работу, и музей процветает. В общем, билеты там лояльные, 8 злотых стоит в музее, по нашим меркам это все равно, что 5 рублей, 5 гривен, понимаете. И люди идут туда, люди смотрят. И музей занимается исследовательской работой, музей работает по изучению погибших кораблей в Балтийском море. Ну, к сожалению, вот в нашем музее это... Скажите, когда планируется ли проведение в Одессе? Вот, может, или просто вы будете собираться, чтобы люди знали, когда можно прийти увидеть работы мастеров? Хотелось бы это сделать, но, к сожалению, у нас, вы понимаете, то, что мы делали выставки под открытым небом, это варварство. Ставить такие модели под открытым небом, но мы пошли на это. Мы пошли на это, чтобы люди видели, чтобы люди смотрели это. Когда будет у нас помещение на такие вещи, ну, это, опять-таки, зависит не от нас. Это будет зависеть от областной администрации, от городской администрации. Если они будут заинтересованы в этой выставке, мы всегда сможем принести, показать то, что у нас есть. Но для этого нужно... А вот, кстати, на спортивном фестивале я общался, я лично общался с председателем Олимпийского комитета Бубкой, но, мягко говоря, он успел от меня убежать. Потому что его слова только «спасибо, мы ничего не можем» — это не ответ человека, отдаренного такой властью. Но, к сожалению, Геннадий Леонидович не смог к нам подойти. У него были очень большие дела, и он прошел мимо. Большое вам спасибо, что вы пришли к нам, принесли такую работу. И мы желаем вам только процветания, процветания федерации, успехов и создания необходимых условий для того, чтобы была возможность у большего количества еще людей заниматься таким видом спорта. Спасибо. Еще маленькая деталь, это дополню, что в этом году в нашей федерации за последнее время уже 9 кандидатов выполнили нормативы, 9 кандидатов мастера спорта, и трое из них получили звание мастера спорта. То есть мы стараемся двигаться вперед, стараемся, чтобы люди к нам приходили. Поздравляем вас с этими успехами и с золотыми медалями на чемпионате Европы в Болгарии. У нас сегодня в гостях победители Евро по судомодельному спорту Евгений Епур, мастер спорта международного класса. Спасибо, Евгений. И автор этой работы, которая представлена сегодня в нашей студии. А также Вадим Гашко, мастер спорта международного класса, председатель областного отделения Федерации судомодельного и судостроительного спорта Украины, и судья международной категории. Спасибо, Вадим. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Студия Репортер». Меня зовут Дмитрий Богомолов. Оставайтесь с нами и живите спортом.